Чур, я первую буду крутить колесом. Как мне повезло, я просто обожаю колбаски. Круто, что мне выпали именно они. Точнее, одна огромная колбаска. Вкуснятина. А теперь я узнаю, какая вкусняшка достанется мне. Блин, я же хотела вкусняшку, а не гадкого таракашку. Может, еще не поздно все переиграть? Нет, я не позволю. Ты хочешь, чтобы я ела эту гадость? Они же воняют и ползают. Нет, я не буду. Я и без того их очень боюсь. Не хочешь по-хорошему, придется по-плохому. Время колеса наказаний. Нет, я лучше тараканов слухаю. Хотя они к моей аппетитной пицце совсем не подходят. Они атаковали мою руку! Нет уж, на такое я не подписывалась. Ужас! Джули, а ты чего ждешь? Пора бы и тебе колбаску слопать. Полностью согласна. Думаю, я сделаю из пиццы хот-дог. С начинкой из вкусной колбасы. Смотри, как круто получилось. Ничего вкуснее я давненько не пробовала. Толбаса идеально дополняет вкус пиццы. Это намного вкуснее, чем обычные хот-доги. Джули, ты вынуждаешь меня откусить твою вкусняшку. Я с удовольствием это сделаю. Ты что творишь? Кто тебе разрешал трогать мою сосиску? А ну отдай ее мне! Как тебе не стыдно? Ешь своих тараканов. Не хочу. Их так много. Они явно хотят съесть мою пиццу. Ничего себе. Их и правда целая куча. Пошли все вон. Дайте мне хотя бы откусить пиццу. Ничего себе. Они мне почти ничего не оставили. Ну, так даже удобнее. Она только что съела таракана. Какой кошмар. Кажется, в моем рту кто-то поселился. О нет, пошел вон. У Милы во рту теперь тараканье царство. Можно в этот раз я буду первый крутить? Интересно, что выпадет мне в этом раунде? О нет, только не червяки. Я буду рада жвачке, а не червякам. Ура! Хуба-бубу я люблю. Красота. Теперь моя очередь крутить колесо. Что? Это не честно. Почему кому-то жвачки, а кому-то куриные лапы? Они же мерзкие, страшные и противные. Да уж, не завидую я тебе. А ты бы лучше побыстрее все съела. И правда, чего это я жду? Пора разложить эти жвачки на пиццы, чтобы было красиво и вкусно. Они такие яркие и длинные. Какая красота. Та-дам! Ну как? По-моему, получилось просто потрясно. Да, выглядит круто. Не то, что куриные лапы. Кстати, у меня появилась отличная идея. Мила будет в восторге от пранка, который я для нее придумала. Это еще что за гадость? Нет уж, это уже слишком. Лучше бы ты эти лапки не мне в лицо пихала, а на пиццу клала. Так будет более продуктивно. И за что мне такое наказание? Я бы могла наслаждаться вкусом пиццы, но мне придется давиться куриными лапами. Ну как, Джули, тебе нравится вкусная пицца? Ты еще и издеваешься? Ешь лучше свою пиццу. Да, конечно. Почему бы вкусную пиццу и не съесть? О да, как же это круто. Я и не думала, что жвачка с пиццей вместе образует нечто нереальное. Это настолько вкусно, что я не хочу останавливаться. Пожалуй, пиццы лучше я уже давно не встречала. Думаю, самое время для огромного пузыря из жвачки. Вот это да, он и правда большой. Чем больше пузырь, тем круче будет бум. Что произошло? Где я? Я ничего не вижу из-за этой жижи. Это мой шанс. Избавлюсь от всех куриных ножек. Есть пицца без них гораздо вкуснее. Джули, думаешь, я ничего не видела? А вот и нет, я видела все. И за твой обман тебе придется столкнуться с колесом наказания. О нет, надеюсь, мне выпадет что-нибудь не страшное. Ура, пронесло. Дождь это даже приятно. А если это будет дождь из куриных лапок? Ха-ха. Ой, помогите. Меня накрывает волну этих гадких лапок. Джули, ты так смешно выглядишь. Посмотрим, какая вкусняшка ждет меня на этот раз. О, да. Вот это я понимаю везение. Пришло время для мармеладных глазок. Их можно не просто съесть, с ними можно еще и поиграть. Смотри, Мила, у меня глаза на пальцах. Ну ладно, посмеялись и хватит. Пора попробовать. Ну как, вкусные? Очень. Уверена, что пицца будет невероятной. Я тоже хочу вкусняшку. Осьминог? О, нет. Какой ужас, они такие маленькие, склизкие и мерзкие. Не представляю, насколько пицца будет ужасной. Просто представь, что это будет мерзко, тогда не прогадаешь. Да уж, даже на вид противно. Не завидую я тебе. Я вот уверена, что пицца с мармеладными глазами будет вкусной. Даже выглядит приятно. Красота. Как же это вкусно. Невозможно остановиться. Я бы тоже от мармелада не отказалась. Никто бы не отказался. Сама себе завидую, что слопала такую вкусную пиццу. Теперь глаза даже изо рта лезут. Джули, ты как всегда дурачишься. У меня просто замечательное настроение. Мила, а ты чего не ешь? Я уже надеялась, что ты про меня не вспомнишь. Очень не хочется пробовать этих осьминогов. Надеюсь, они не прилипнут ко мне изнутри. Бедная Мила, мне даже смотреть на это мерзко. Конечно, это же осьминоги. Они липнут прямо к языку. Джули, ты думаешь, это смешно? Это вообще не смешно. Получай. Ой, что это было? Как ты посмела. Зато теперь ты понимаешь, что осьминоги – это вообще не смешно. Ты это зря сделала. Держись. Сейчас я тебе пиццу прямо в рот засуну. Целиком. Тогда тебе точно не спастись от всех этих осьминогов. Получай. Какая мерзость. Джули, ты очень жестокая. А вот и нет. Я просто справедливая. Приятного аппетита. Решим на цуэфа, кто крутит колесо первой. Я победила. О, да. Картошку фри я очень люблю. А тараканов ты любишь? Они тебе и попадутся. Джули, ты знаешь, что жульничать – это нехорошо. Верни колесо в то положение, в котором оно было. Или придется прибегнуть к колесу наказаний. Ну и ладно. А вот и моя картошечка. Ее так много, и она так аппетитно пахнет. Хочется поскорее ее слопать. Джули, твоя очередь крутить. Точно. Надеюсь, мне тоже выпадет вкусняшка. Хоть бы вкусная, хоть бы вкусная. Нет. Что угодно, но только не чеснок. Он же вонючий. Странно, а почему его нет? Значит, мне не придется ничего есть. Посмотри повнимательнее. И правда, запах откуда-то исходит. Зачем на меня повесили эту бяку? Отвратительно. Так, ладно. Для начала нужно чеснок почистить. Для этого у меня есть даже специальная коробочка. Сначала туда нужно выложить все зубчики чеснока. И за пару секунд чеснок превращается в чищенный чеснок. Готово. Из него можно сделать очень красивый рисунок на пицце. Например, сердечко. Классная идея. А я с помощью картошки передам свою эмоцию. Радость. То есть нарисую милый смайлик. Смайлик гораздо лучше, чем сердечко. Ну вот еще, ты просто повторила за мной. Мое чесночное сердце уже ничто не сможет перебить. Да-да, а теперь тебе это сердце нужно съесть. О нет, как же я буду его есть. Сердце же такое красивое. Ты постоянно отлыниваешь. Время – колеса наказаний. Блин, что-то мне совсем не везет. Придется не просто есть пиццу с чесноком, но и сделать из нее коктейль в блендере. Блендер у нас есть, так что тебе повезло. Мне даже интересно, что из этого получится. Думаю, что-то очень мерзкое. Сейчас мы это и узнаем. Давай. Если меня вырвет, Мила, ты будешь в этом виновата. От такой смеси наверняка стошнит. Да уж, да уж. Выглядит и правда мерзко. У меня во рту будто помойное ведро. Я так долго точно не протяну. О, это не значит, что я должна это нюхать. Держите меня, я падаю. О нет, чеснок даже Милу погубил. Какой кошмар. Я здесь, я в порядке. Ого, картошка фри даже на моем лице оказалась круто. Давайте начнем с простого. Приготовьте мне картошку фри. Запросто. Будет сделано. Как раз хотел научиться готовить. Пока все чистят картошку, я лучше приготовлю масло. Его, кстати, много не бывает. Ну что, масло почти закипело. Это значит, что самое время высыпать туда готовые ломтики картошки фри. Нет. Стоять. Ой, оно брызгается. Горячо, помогите. Ты что творишь? Из-за тебя нас чуть не обстреляло кипящее масло. Масло нужно лить со всей осторожностью. Тогда картошечка поджарится равномерно. Ничего трудного. Окей. Картошка фри готова. Осталось только немного добавить соуса. Фри? По-моему, это обычная жареная картошка. Вот я приготовила настоящую картошку фри. И это еще не все. Сейчас я из обычной картошки сделаю настоящий деликатес. Мне понадобится бекон, соус. И, конечно же, душистый розмарин. Какой аромат. Точно. У меня еще не все потеряно. Почему бы не воспользоваться мармеладной картошкой? Говорят, что если макать его в клубничный сироп, то будет еще вкуснее. Окей. Вот это да. Начну пробовать с картошки посередине. Бабуля, это очень вкусно. Ой, фу. Я терпеть не могу розмарин. Простите, госпожа повар, но мне не понравилось. Ну, вот идею с мармеладной картошкой я оценила. Теперь я даже не знаю, кого выбрать победителем. Пусть будет бабушка. Ура. В этот раз задача посложнее. Вам нужно приготовить суши. Будет сделано по лучшему рецепту. Суси, шуси. Да уж, в деревне понятия не имеют о том, что такое суши. Да я сейчас такие суши забабахаю, что вам и не снилось. Обычные суши – это скучно. Другое дело – суши из разных конфеток. А начинкой будут вкуснейшие взбитые сливки, мармеладные глаза и мишки Хариба. О, красота. И, конечно, нельзя забывать про шоколадный сироп. Интересно придумал. У меня тоже совсем скоро будут готовы суси. Главное – аккуратно повторять за шеф-поваром. Но пока ничего сложного. Ничего сложного? Вот и посмотрим, какие отвратительные суши у вас получатся. Соус добавлять и я умею. На это вообще особого ума не надо. Как это называется? Авокадо? Самое главное – все скрутить ровно. У вас, бабуля, уж точно не получится. Ну вот, идеальные суши готовы. Какой ужас. Я не думала, что эти ваши суси такие уродливые. Самое время обернуть суши в лосось. Главное – не пожалеть рыбы. Нарезать ее толстенькими кусочками. И нельзя забывать про соевый соус. Рыба, говорите? Хорошо, будет сделано. Готово. Надеюсь, получится вкусно. Ничего себе! У повара, конечно, суши выглядит более привлекательно. Но я придумала оригинальный выход из ситуации. Почему бы просто не приготовить суши из огурца? И вкусно, и полезно. Нерзко. Это еще почему. Огурец – идеальная заготовка для суши. В него нужно только побольше риса затолкнуть. Совсем не аппетитно. Погоди, это еще не все. Ну вот, смотрите, какая красота. Это еще что такое? Никогда не видела суши из огурца и риса. Нет уж, эту гадость я даже пробовать не буду. А вот сладкие суши я попробую с удовольствием. Ура! Ого! Вкусно, но совсем не сытно. Остался последний кандидат. Вот они, настоящие суши. И на вид, и на вкус. Госпожа повар, вы победили. Спасибо, но это было очевидно. О, нет! Надеюсь, вафлю может приготовить каждый из вас. Я слышал, что начинать нужно с теста. Думаю, с ним у меня проблем не будет. Добавим сахарку для сладости. Немножко перемешаем. Класс! А теперь добавим муку. Ой-ой, кажется, что-то в нос попало. Вот тебе и вафля. Ничего страшного, продолжаем. Ого, я высыпал целую пачку. Ну, наверное, так и надо. Осталось только хорошенько размешать. Теперь мое готовое тесто нужно заливать в вафельницу. Поехали! Это будут самые вкусные вафли в жизни моей сестренки. О, да. Тесто получилось вкусным. А главное, без яичной скорлупы. Надеюсь, из него получится достойная вафелька. Все добавили сахар. Но я-то знаю, что сахар вреден. Так что вместо него я добавлю кабачок. Даже не так. Я сделаю вафлю из кабачка. Мне понадобится натереть его на мелкой терке. Готово. А теперь добавляем яйца. И, конечно же, муку. Хорошенько все перемешиваем. И добавляем зелени для вкуса. Звучит противно. Зато такое тесто гораздо полезнее вашего. Вот теперь его можно и в вафельницу залить. И не забываем засечь время, чтобы вафелька не подгорела. Да, время засечь – это правильная мысль. Ой. А я-то время не засек, и моя вафля сгорела. Горячо-то как? Ну ничего. Ее не очень приятный вид я скрою с помощью взбитых сливок, ягод и шоколадного сиропа. А я свои вафельки по традиции полью кленовым сиропом. Кусочек сливочного масла тоже не будет лишним. Какая вкуснятина. А я свои без того полезные вафли украшу полезными травами. Не терпится попробовать. Начну вот с этой. Ой, эта вафля какая-то пережаренная. Такое я есть не буду. А это что? Фу, эти вафли со вкусом травы и кабачка. Не напижу. А вот это явно что-то вкусное. О да, именно то, чего я и хотела. Бабушка, ты побеждаешь. Ура. Не зря я так старалась. Напоследок я хочу выпить кружку вкусного кофе. Окей. Будет сделано. Расплюнуть. Мне в голову пришла просто гениальная идея. Горячий кофе это скучно. Сегодня в моде холодный кофе. То есть фрапучино. Нужно закинуть побольше льда в большую кружку. А потом добавить вкуснейшего шоколадного сиропа. И, конечно же, нельзя забывать про сам кофе. Он у меня, между прочим, из Старбакса. А еще коктейль из шоколадки Твикс явно не будет лишним. Его я немного взобью и использую вместо молочка. А я, пожалуй, приготовлю более классический вариант кофе. Растворимый. Я знаю, что моя внучка такой любит. Ну вот, думаю, достаточно. Добавляем взбитый коктейль. А сверху украшаем взбитыми сливками. Остались последние штрихи. Печеньки Оруа. И палочка Твикс. Ну и, конечно же, трубочка. Ох, дилетанты. Ну что, пришел мой черед готовить настоящий кофе. С помощью весов я отмерю нужное количество зерен. То, что нужно. Теперь с помощью ручной кофемолки я измельчу их до необходимой консистенции. Смотрите и учитесь. И вот только теперь я залью кофе кипятком. Что, кофе и правда так готовится? Прекрасно. Теперь я налью кофе в чашку. А молоко для кофе я тоже буду взбивать вручную. Про правила подачи тоже не нужно забывать. Смотрите, какая красота. Начну с кофе посередине. Бабушка, я этот кофе всегда узнаю. И пора признаться, что он мне совсем не нравится. О, окей. Вот этот кофе выглядит приятно. Вкусно, но немножко горьковато. Остался последний кандидат на победу. О, вот это реально круто. Братик, в этом раунде побеждаешь ты. Да, наконец-то. Ого, где это мы? Вас ждет челлендж. Кто-то из вас получит шоколадный фонтан. Он достанется тому, кто его лучше всех нарисует этими фломастерами. Но есть одно очень важное но. Рисовать нужно ртом, а не руками. Ну все, у вас есть одна минута, и она уже пошла. Я должна выиграть, потому что круче меня тут никого нет. Что? Да ты проиграешь. Потому что лучший рисунок будет у меня. Бинго! У тебя разве может быть шоколадный фонтан синего цвета? Конечно же нет. Выиграю я. Тем более мне только что пришла очень крутая идея. Зачем задувать краску, если можно просто снять колпачок? Ничего себе! Почему только я сама до этого не додумалась? Нужно попробовать. Упс! Ой, падаю! Ну как, попробовала? Получилось! Как тебе не стыдно? Лучше бы помогла подруге, а ты глумишься надо мной. За такое нужно проучить. В этом мне поможет простое перышко. Апчхи! И что мне делать? Теперь я будто помидором накапала. Или еще чем похуже. Теперь Сьюзи точно проиграет. Ах так? Ты еще и смеешься, тогда ты тоже проиграешь. Получай. Какой кошмар! Да что ты себе позволяешь? И ты тоже получишь по заслугам. Нет, не надо, умоляю. Девчонки, время вышло. Показывайте, что вы там нарисовали. Джули, что это за красное пятно? Пролила краску? Видимо, на лицо тоже. Сьюзи, почему у тебя тоже все красное? Неужели вы все вместе ели помидоры? Такие рисунки не могут выиграть. У Милы работы тоже так себе, но она хотя бы без красного месива. Мила, ты выиграла. Ура, теперь он весь будет моим. Приветики, вкусный шоколад. Мы тоже хотим немного шоколада. И мы его получим. Как же вкусно. Как же я рада, что победила. Какое блаженство. Эй, а где весь шоколад? И правда, кто посмел его выпить? Как же ему не стыдно. Да ну вас, воровки. В этот раз ваш приз будет куда более оригинальней. Видите этого милейшего песика? Так вот, приз это не он, а та какашка, которая от него осталась. В этом раунде снова придется рисовать ртом. Так что постарайтесь. Время уже пошло. Думаю, нет ничего проще, чем нарисовать какашку. Итак, приступим. Чтобы рисунок был более дознаверным, нужно добавить запаха. Я даже знаю, как это сделать. Что за вонь? Здесь что, кто-то умер? Или что-то стукло? Ой, мне плохо. Упс. Да, я просто давно не мыла ноги. Рисовать ногой это трудно, а вот рисовать локтями это куда более удобное решение. Упс. Ну ладно, не проблема. У меня этих фломастеров еще целая куча. Ну давай же. О нет. Кажется, я отстаю. Девочки, хватит рисовать. Пора показывать, что у вас получилось. Вот, смотрите. Мила, какашка, конечно, ничего, но я видал и получше. Вот, например, у Сьюзи. Это же шикарно. Супер, я в восторге. Класс. А у Джулии какашка получилась так себе. Видно, что она хотела проиграть. Как тому и быть. Настоящую какашку получает именно она. Что? Но мне стало плохо. Плохо из-за Сьюзи. Нет, я не буду есть этот ужас. Придется. Таковы правила. Какой кошмар. Буду представлять, что это просто шоколад. Ну и что, и правда попробовала какашку? Нет, это действительно шоколад. Девчонки, хотите тоже? Да уж нет. Спасибо. Как-то обойдемся. В этом раунде вашим призом станет рыбка. Ароматная и совсем невкусная. Ну а рисовать вы будете соусами. Мне кажется, что это довольно весело и необычно. Так что можете приступать. Время пошло. Я еще никогда не рисовала соусом. Надеюсь, у меня получится красиво. Как же их много. У меня будет такой большой выбор. Но почему весь мусор на мне? Я вам не помойка. Так, я тоже считаю, что пора приступать. Это будет самый вкусный рисунок из всех, что я рисовала. Пожалуй, начну с кетчупа. Хм. А я начну с сырного соуса. Он желтый, так что он лучше подходит для этой мерзкой рыбы. Ну что ж, приступим. Ничего себе, как быстро он закончился. Нужно поскорее найти ему замену. Кажется, получается очень даже неплохо. Да у меня талант. Блин, даже у Сьюзи рисунок получается лучше моего. Мне стоит поторопиться. Точно. У меня же пять пальцев. А значит, пять кистей, которыми можно рисовать одновременно. Пахнет очень вкусно. Думаю, не будет ничего страшного, если я его немедленно попробую. Какая вкуснотища. Какая вкуснотища. Нет, этого мало. Я хочу съесть побольше соуса. Мила, ты что, ешь соус? Ну, у нас же даже картошки нет. Кажется, на этом мои соусы закончились. Ой, нет, только не на мой рисунок. Ну вот, я все испортила. Как же вкусно. Блин, кажется, я съела все соусы. Теперь я точно проиграю. Ну что, девчонки, время вышло. Пора бы посмотреть, что вы там нарисовали. У меня остается только один выход. Поменяться рисунками с Сьюзи. Я жду. Джули, ты что сделала? Это же совсем не похоже на рыбу. Мила, покажи, что нарисовала ты. Ого, выглядит неплохо. Пока что это лучший рисунок с соусами из всех, что я видел. Сьюзи, а ты совсем не старалась. Значит, мне придется подарить тебе эту рыбку. Надеюсь, ты любишь есть сырую рыбу. Мне? Но ведь это все обман. Ха-ха, кому-то придется есть мерзкую рыбу. Почему сразу мерзкую? Ее ведь можно приготовить. У меня и горелка есть. Ааа, что ты делаешь? Ой, прости, я просто не умею ей пользоваться. Ааа, ха-ха. Так, да. Кажется, нужно направить ее на рыбку. Смотрите, какая аппетитная получилась. Наконец-то я смогу нормально пообедать. Девочки, в этот раз вас ждет самый милый приз. А именно этот пушистик. Вы должны будете сделать себе грим котика. Кто лучше нарисует, тот и получит малыша. Как всегда, у вас есть одна минута. И она уже пошла. Я и сама похожа на котика, так что мне не придется дорисовывать много деталей. Сьюзи, ты себя переоцениваешь. Всем понятно, что выиграю именно я. Носик уже готов. Остались усы. Так, никто же не запрещал использовать зеркало. Я не понимаю, как можно без него сделать крутой грим. А вот с зеркалом гораздо проще. Я уже почти закончила. Вы все мне в подметки не годитесь, потому что мой грим самый лучший. Ого! Мило, смотри, Джули жульничает. Она использует зеркало, хотя нельзя так делать. Думаю, ее нужно проучить. Согласна. Я даже знаю, как именно. Все, 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 все. Милый котик, спасибо огромное. Я всегда знала, что мы подруги. Ну что, давайте решим, кому именно достанется этот милый малыш. Джули, на такое даже смотреть нельзя. Ты оскорбляешь мое чувство прекрасного. Сьюзи, а ты что сделала? Мы же тут не пирата разыгрываем. Что? Пирата? Ах ты, Мила, хитрюга. А вот грим Милы, кстати, получился очень даже милым. Так что Пушистик теперь будет дружить с ней. Ура! Я буду тебя любить. Не кормить. Ты будешь... А! Чип! О, нет! Кажется, у Милы аллергии на котят. Ничего страшного, мы сами справимся с Пушистиком. Чип! Ого, Мила вся покраснела. Нужно бы врача вызвать. Да, Пушистик. Какой хороший.